Всем привет! Сегодня на самом деле необычный день Время пол шестого утра И этот день будет очень интересный Погнали! Моё такси уже приехало Здравствуйте! Я сейчас приехал в аэропорт Кулково И отправляюсь в Ростов-на-Дону Прошли все проверки Я вышел из аэропорта Тут на самом деле очень ветрено Вообще по идее в Ростове должно быть теплее, чем в Питере Но погода прям такая же, как у нас Дождь, ветер, аэропорт Кстати, новый походу Называется Платов До города аж 40 минут Итак, я добрался до офиса, где происходит обучение Здравствуйте! Здравствуйте, да! Я один наушники Итак, я только что прошел регистрацию Зарегистрировал свои права, паспорт Сейчас мне надо сфоткаться на удостоверение водителя Смотрите, тут в трелочке Не, я похож на какого-то странного чувака Ладно, остановлюсь на этой фотографии Я думаю, это самое лучшее, что может быть Я сдал конечный тест Мой результат 4 балла, видимо, я не на все вопросы ответил правильно Но все равно тест сдан, поэтому все окей Все хорошо, да 20 несгораемых пятерок мы добавим к вам в рейтинг Ваш рейтинг станет выше, а рейтинг напрямую влияет на распределение заказов А сейчас я еду непосредственно в сам таксопарк, где мне выдадут машину Это находится в другом месте Я сейчас приехал в автопарк Стрижи Здесь мне выдадут машину Очень много бумажек Я пришел проходить медосмотр Мне дали ключ от Шкоды Так, мне уже выдали все документы, выдали машину Расскажу, как это все вообще началось Я заметил, что многие популярные автоблогеры пробуют себя в роли водителей такси Поэтому я тоже решил себя попробовать и отправился в Ростов-на-Дону И, конечно же, идея в том, чтобы побатлиться именно с местным блогером из Ростова-на-Дону Искал я, искал, искал блогеров и наткнулся на селену-вселенную Вы даже такого, наверное, не слышали, да? Вот эта девушка, она бьюти-блогер из Ростова Всем привет! У вас тут много блогеров вообще? Нет, я одна Это реально нестандартная тема, да? Ты готова батлиться со мной? Кто круче водит? Я готова с тобой батлиться И я вообще, на самом деле, очень рада, что выбрали именно меня Представителем женского пола Который будет отстаивать нас, женщин, за рулем Блондинка, бьюти-блогер, все как положено, за рулем Да, я уверена, что я покажу все на высшем уровне Потому что у меня большой стаж работы Я знаю, как общаться с людьми Поэтому девчонки со мной Селена, я хотел спросить, ты знаешь, что такое дрифт? Дрифт, конечно, знаю Это когда водитель на тормозе едет, практически летит Правильно? В принципе, да Я даже не гуглила Молодец Ладно, что, погнали На самом деле, садимся в свои машины Тебе досталась тоже Шкода? Да А как мы будем, кстати, оценивать, кто победил? Я думаю, мы будем это оценивать по собранным деньгам в конце нашей смены Потом по оценкам клиентов И, конечно же, по лайкам и комментам под видео Ну все, тогда поехали, да? Бери свою сумку из своего багажника Давай, удачи, пока Сейчас фотографирую машину в этом приложении Это для того, чтобы тоже следить, видимо, за повреждениями Я приехал на первый свой заказ Вот сейчас ребята идут Я даже не знаю, как я удивлен в такой встрече У вас тут, конечно, не очень Ну что есть, то есть В принципе, западный Это был как зарождение, грубо говоря, всего стрит-рейсинга в Ростове Мы собирались просто ребята в драк, а кто-то сразу там На дрифт? Да, в год где-то 2013-й, в год где-то 2011 Там начали уже подразделять на турбо Это типа все еще драк идет, да? Да, драк, дрифт, вот даже говорю, дрифт там толком у нас в Ростове нет Потому что такового нет места Вот так вот почти неожиданно встретил подписчика Поэтому очень доволен, что первый мой пассажир В этой машине был ты, рассказал мне много историй Сейчас поеду дальше кататься Ощущения от машины, в принципе, положительные На автомате мне досталось В общем, я взял этот заказ Я спешу нереально И походу не успеваю Я немножко опоздал Немножечко пропустил поворот Но он объяснил, что только практикую работу в такси Никакого негатива Я потому что ожидал, что сейчас будет недовольный клиент и так далее Все же здорово Если на поджипец навигатору видно, что там где-то круг где есть Да, я просто как раз открыл в тот момент Смотрю, там круг Даля на рабочей площади Он же правильно показывал, да? Да, примерно правильно Шикарно Мы можем проехать, в принципе, сейчас прямо вниз, спуститься, повернуть налево Мы проезжаем, как раньше, стадион Который построил, получается, чемпионату мира, да, в 2018? Да То есть, а пештан есть просмотровая площадка Откуда, в принципе, вид открывается на этот стадион Держи Как сейчас включить, значит, что там... Да ладно, не парься О, первые чаевые, классно, спасибо большое Быстро вам скажу, пока еду на новый заказ Ощущения от первого моего, можно сказать, пассажира очень положительные Парень сидел, рассказывал мне про город Показал стадион Да, я иногда, конечно, тупил, потому что города я реально не знаю Я почти прибыл Даже есть две минуты в запасе Ну, кстати, вот меня пропускают тут Очень часто пропускают Здесь я перестраиваюсь Так, я сейчас стою около пекарни Ассорти Здравствуйте Здравствуйте Сейчас направо и по прямой Ну, и там направо тоже Да, он на морьково, да Да, он на морьково, да Да, он на морьково Что, приехал, сразу на работу взяли? Можно сказать, да, так взяли сразу устроился Ну, в принципе, там ничего сложного Единственное, что там была куча вот таких бумажек, которые надо было заполнять Ну, вроде, по-английски, Стиво Смотрите, клиент подписался только что на мой YouTube-канал Я реально думал, что в Ростове будет всё жёстко Значит, я приеду, там такие Ты чё? Нет, очень всё вежливо и круто Так, вон барбер Это где? А, вот Приехали к барбершопу местному А у вас много барбершопов, кстати? На самом деле, очень много Да, сейчас развелось, да? Потому что у нас в Питере тенденция барбершопов немножко проходит У нас вот два года назад было просто капец всё Все ходили 1400, вот стандартная цена в барбершопе Типа вот стрижка, можно сказать Ну, полторашка Полторашка Да, да, да Вот 1400, 1800 Ну, слушай, в принципе, цены такие же, как у нас Ну, сейчас тебе сдачу приготовлю Да, не надо, не пиши, пару соточек Опа, пару соточек? Блин, спасибо, мэн Вообще Извини, что я так по-братски сразу Да, да, да Смотри на YouTube себя, спасибо Круто Счастливо Ну, приятно Я не знаю, может быть, конечно Нельзя переходить на такие, знаете, тесные общения сразу же Но я такой человек в принципе Я, когда знакомлюсь с людьми Я стараюсь быть собой, да Тем более, тут есть некоторые привилегии, да Я говорю, что я впервые в городе Когда спрашивают, почему Говорю, что у меня такой вот челлендж Кстати, люди хорошо воспринимают То есть, мне кажется, если бы я говорил, что я там первый день работаю в такси И иной раз вступил бы где-нибудь на Ситофоре Еще что-нибудь туда подъехал Мне кажется, люди бы по-другому к этому относились А так, как бы, им самим интересно, мне кажется, узнать Как там у нас в Питере дела, чем я занимаюсь Поставим лайк парню Ну что, пора воспользоваться одним из главным преимуществом Это сам себе хозяин, можно сказать так То есть, сам контролируешь свое время Я поставил на телефоне занят То есть, не на линии, а занят И, видимо, я не свечусь в базе у тех, кто заказывает такси людей А так, в целом, человек сам решает, когда ему приходить на работу Когда ему уходить с работы Итак, это второй день из жизни таксиста Сергея Стилова Я сейчас вышел из отеля Сейчас утро Отель такой был небольшой Место Ростовский Вот моя тачка стоит Прикол в том, что машина остается на ночь у водителя То есть, не только у меня, но у всех водителей машина остается на ночь То есть, у дома Назвали это домашнее охранение По сути, я мог всю ночь катать, зарабатывать Заработал бы, на самом деле, гораздо больше денег Но так как первый день это перелет Плюс я еще не спал, реально очень устал Вчера пришел в номер и сразу вырубился Даже в одежде Выезжаем, так сказать, на линию Это называется, что в приложении я отмечаю Свободен и могу принимать заказы Вот, и заказы сами поступают Приложение считает, что самое ближайшее такси Машину такси От человека И, соответственно, этому таксисту приходит уведомление Вот, например Приняю мой заказ Оно сразу же пришло И теперь надо туда ехать Он пишет мне, 10 минут у вас, чтобы доехать Я серьезно только отъехал, и заказ сразу пришел Как я уже заметил, Ростов очень похож на Сан-Франциско Не побоюсь этого слова Ну, потому что Сан-Франциско все видели на фото Играли в игры Изображен этот город Он находится такой на возвышенности Везде дороги наверх, то вниз Здесь примерно так же Постоянно такая холмистая местность И дороги вниз, вверх Почти успел, на самом деле Где-то на минутке две опоздал Но я так понял, что человек не звонил мне Потому что в приложении можно отследить, где ваша машина едет Вам музыку Да, песни, танцы Песни, танцы, музыку Заказывать Вы не против, я запишу чуть-чуть видео, как я веду Я вообще сам из Петербурга Вчера А вот я же слышу, что вы не наш Да-да-да, я из Петербурга И даже по внешнему виду Да, но, понимаете, я Калина Ростовчанка Просто вот людей, тем более я ищу филологы сразу А, я понял Манера общения, это раз Во-вторых, лицо сразу В том плане, что не подходит Как работает таксистом в другом городе? Вы знаете, мой первый опыт Вы знаете, я вам что хочу сказать Ростовчане у нас люди какие Ну, вот если вы уже возили людей хотя бы Да, я несколько возил людей Несколько людей Люди бывают разные Либо очень хорошие, либо очень плохие Ну, знаете, среднего нет Среднего нету? Ну вот Видимо, мне попадались хорошие Потому что подсказывали дорогу Да, я думаю, что вам всегда хорошие попадались Спасибо Вот, я понимаю, это где-то здесь Ну, это надо Вы меня против Ну, я вам желаю удачи Спасибо за понимание Чтобы были у вас хорошие пассажиры Спасибо большое Чтобы были у вас, как говорится, прекрасные мнения О Ростове остались Да, я думаю, они уже положительные И дай бог вам успехов вам готов А вам все сделать Спасибо вам большое До свидания Хорошо, до свидания Мне еще параллельно присылались другие заказы То есть, когда я подъезжаю, где высаживать уже Сразу приходят другие заказы Можно сразу на все заказы отвечать Но я не стал отвечать на всякий случай Вдруг У меня тут новый заказ Просто, на самом деле, я ехал И вот прям заказ чуть ли не в этом же дворе Поэтому даже не пришлось разворачиваться особо Сейчас тут таймер показывает время Сколько осталось пассажиру, получается, до выхода Ко мне в машину сесть Плюс еще бесплатное время ожидания Как учили в программе, 5 минут Если через 5 минут не выходит По-моему, 5 минут То надо позвонить А вот пассажир сообщил, что он выходит Просто признаваться сразу, что я из Питера Не знаю дороги и особо так Ростовские таксисты не знают дорог А, ну все тогда четко Да, я хотел проверить, там, в Ростове Какие люди Пока мне встречаются только хорошие И они даже такие позитивные Я, к сожалению, к неформалам не отношусь Я сотрудник МВД Я так и понял Я посмотрел, что мы едем в отдел полиции Не, хорошие сотрудники МВД В Ростове У меня останется такое впечатление Я же с сотрудниками, как правило, в такси не попадаюсь Почему-то вонючки Да? Да, у меня тоже нестандартная ситуация Обычная, да, в судьбе А здесь нормально пахнет? Я уже не знаю Только честно Просто я свои духи только чувствую Но, да, салон-то чистенький Ну ладно Чуть-то все бегут Собаки там напали Ну, надо было приехать Пусть в пятницу, в субботу Когда все пьяные Тогда было очень весело было вообще Пусть в пятницу пятьдесят раз-то упывает В левой крайне полосе ехали Ну, вот разделяйте Ну, если что, к силу покажете Да, сотрудников на оборудии Вот таксистов, кстати, любят Отпускают Всегда, как правило, да Почему-то лояльно Спасибо О, подождите, я вам сдаю сюда Да, ладно, не надо Точно? Да Чаевы еще один Хорошего дня Спасибо большое Поставим ей лайк Тут можно ставить лайки Как я уже говорил Вот так выглядит приложение Это самое Видите, он показывает, где пробки Также показывает, как учили на обучение Видите, вот эту фиолетовую зону Это значит, там, скорее всего, будет больше заказов Здесь еще прикольно Можно посмотреть заработок сразу Вот мой заработок Семьсот рублей Я уж думал, наконец-то скажу, что заказы в течение десяти минут не приходят Но прошло где-то пять минут Как я вот высадил девушку И пришел сразу новый заказ Да, конечно Да, у меня просто автоблок Ну, там Как канал называется? Steel of daily Мы сейчас сделали небольшой такой этот А как тебя зовут? Эдуард Эдуард Спотал меня в истории себе загрузит И у него есть друзья-дрифтеры, кто увлекается машинами И очень интересно, они узнают меня или нет В целом вообще весело Ну, я думал, просто будет как-то напряжно Или буду сидеть молчать Потому что я такой не очень разговорчивый Еще один хороший человек попался Желаю ему большой удачи, чтобы все у него получалось Мы уже без камеры так-то поговорили Вот В принципе, пару друзей его Кто занимается машинами, узнали Таксиста, да? Мы сейчас испробуем еще одну фишку работника такси в Ростове Можно совершенно законно ездить по автобусным полосам для автобуса Вот тут уже интересней Смотрите, небольшая пробка Соответственно, показан знак, что здесь стоят фотокамеры Фиксация И мы спокойно едем Заезжаю обратно я в автопарк Стрижи, где брал машину Я вернулся, машина немножко запачканная Но в целом все прошло хорошо Селена тоже вернулась Я тут Привет! Как тебе? Расскажи в двух словах Я, честно говоря, очень довольна И я кучу лайфхаков узнала Вот в моем видео, кстати, узнаете Что можно как познакомиться с парнем Как познакомиться с девчонкой Как вообще заработать денег Как классно провести время Как узнать свой город, короче Вообще народ удивлялся увидеть тебя за рулем? Ты знаешь, нет Никого не удивляли, потому что говорят, что очень много женщин-водителей И очень приятно, что девочкам с девочками приятно, что мальчикам приятно Да, это хорошо Ну, в принципе, у меня тоже народ был очень весь адекватный Всегда помогали мне по незнакомому городу ехать И приветствовали, что я из Питера Питер у всех складывает хорошие впечатления Ну, конечно Сколько ты заработала? Я заработала 2,600 О, я заработал 2,200, чуть меньше А какой у тебя рейтинг в приложении? Рейтинг у меня 4,50 с чем-то У меня тоже что-то около 5 Ну, короче, одинаково будем считать, да? Да Получается, давайте ставьте лайки обязательно Мне под видос Перейдите, посмотрите видос Селены Я думаю, тоже там очень все хорошо получилось Ребята, если вы хотите, чтобы женщины вас катали на такси Голосуйте за нас Поэтому проходите на мой ролик и ставьте лайки Ну, мне тоже можете поставить лайк И мы посмотрим, какой ролик соберет больше лайков Все, я сдал свою машину, естественно, без повреждений Потому что их не было Подведу итоги в целом про работу в такси Я ожидал, на самом деле, каких-то напрягов постоянных Каких-то, не знаю, сумасшедших клиентов, может быть И, возможно, какого-то дискомфорта Но, на самом деле, ничего такого я не встретил Единственное, что, когда заполняли бумаги Это заняло некое время А потом, когда машина уже появляется у тебя Спокойно можно ездить А когда включаешь приложение, нажимаешь на линии Можно брать заказы Они поступали практически сразу Клиенты очень порадовали Порадовало то, что все очень адекватные Всегда помогали найти дорогу И хорошо относятся к видеосъемке Не всех удалось показать Потому что некоторые были не согласны Но ничего, они тоже были вполне нормальные люди Просто не хотели сниматься на камеру Также удалось повозить знакомых, подписчиков Очень тоже приятно, что они пообщались со мной А я довез их до места, куда им надо было В общем, для тех, кто всегда в движении Кто любит ездить за рулем Работа вполне адекватная И такой опыт мне запомнился положительно Это самое главное Ставьте лайки под этим видео Чтобы мы выиграли Селену Подписывайтесь на канал С вами был Серега Стилов Всем пока! Новый пассажир Добрый вечер Может быть, кто-то его узнал Кстати, с Гранда Повторюсь, мы в Ростове Правила соблюдаем А что, сильнее не дали? Сильнее что-то не было В таксопарке не было Ну, нас тушат и быстро Я бы сейчас тут навалил К ростовским корче строил Куда тебя еще можно привезти Здесь вход в дом Через гараж А что это за двигатель? Это VQ30D с Ниссана Я хотел поставить УЗ Вдруг такой говорит Давай сделаем необычный свап И тут я понял, что, короче, надо ставить Что-то необычное Потому что тачек Вот именно этого кузова с этим мотором Я не нашел вообще ни одной видеомашины А ты уже выезжал на нем? Конечно Крутяк А он на автомате? Ну, пока, да BMW-шная механика лежит во дворе Но Как вы до пути всего в Toyota Чтобы был мотор Ты сам нужна еще механику от BMW Ну, да Закинуть Изначально тут была такая платформа Которая на гидроцилиндрах Опускается вот так вот И машину можно было загонять в дом Их можно снять прям внизу Они до сих пор там есть О, да тебе подъемник не нужен Это мечта Просто Вот еще и погреб Гидроцилиндр Там склад резиной А, вижу, да Вот Да Вот вся эта тема, короче, опускалась вниз Круто Слушай, ну карабас можно махнуть тут, в принципе, вообще В легкую Да, в принципе, да Подожди, подожди Он долго грузится Это старый Windows Сейчас окно смерти еще выводит У меня просто клавиатуры нету, чтобы быстрее загружать его Не подружилась коробка с мотором Пришлось ставить типа, короче, Атеку дополнительный мозг на автомат И так как, короче, приборку мы тоже не смогли подружить с этим мотором То было решено вот так сделать, чтобы она отображает там температуру автомата, тахометр А вообще, когда загружается, можно ехать уже ехать? Можно? Да, конечно Нет А то типа, если бы пацаны погнали, погнали, ты такой, подождите Загрузка Та-да-да-да-да Такой синий экран, и тачка глупнет А где мышка? Подожди Оп! Можно этот, в принципе, покер Блин, я такого не видел еще Короче, ты заходишь вот так Суровый ростовский, короче, строй Подключаешься к этой всей теме Хай включить датчики Оп! Датчики готовы Сейчас я решил прокатить своего знакомого друга Мы с ним виделись на граундите Это фотограф Никита Ехал мимо, он не отписался Подумал, почему бы нет, немножко закатимся Можешь поздороваться, камеру Сейчас поедем, значит, по местным проектам Пристегни ремень Вызовь безопасность Что, как дела? Да нормально, с питерскими ребятами работал Недавно, 29 продакшн А, знаю Очень понравилось Не знаю, подписан на меня, да, может, видел В Сочи ездил Снимали там рекламы для шин Я причем не знаю, как нашли Они говорят, скорее всего, через тебя и через Борю В наш такси присоединился Игорь Это владелец Альтезы, которая была на Граундиде И которая там позанимала все топы Здорово! Здорово! Мы сейчас едем в гараж, где стоит та самая Альтеза А ты ее вообще продаешь? Да, я слышал? Ну, так скажем, висит объявление Висит объявление? Ну, реально, продажа, я не знаю А сейчас она у тебя в сетапе? Полуразобрана Полуразобрана А ты не катаешься, да, зимой? Ну, в такое время погоди? Нет, потому что у нас с дождем сразу же много ям появляется, которые... А, чистые за ям А у вас солью сыпят дороги? Нет Для машины главное, чтобы солью не сыпали А так, в принципе, по плохой погоде можно кататься, конечно, но все равно... Не доставляют удовольствия Я понял, да О, дрифт Нет, у него дрифт написано Доехали мы до гаража О, да, она же на УЗ Машина сейчас стоит на досочках Без колес А ты колеса уже продал? За сколько ты ее продаешь? Ну, сколько она у тебя в объявлении стоит, скажи? В объявлении стоит 650 На самом деле, чем дальше все это продвигается, тем больше приходит понимание того, что она не продается Не продается? Ну, у каждой машины есть свой покупатель И торг никто не отменял Либо просто понимание того, что не кайф ее продавать, никому ее не отдам Ну, я тоже ближе к этому, что не кайф ее продавать Потому что, если ты ее продашь, то что купишь? Ничего Как то, что будет приносить столько кайфа То есть у тебя нет планов менять машину? Или у тебя планы, типа, ипотеку оплатить? Нет, ипотеки у меня, слава богу, нету Это было такое небольшое включение, как вообще взимуют машины Что с ними происходит с довольно известными проектами Вот так вот, поедем дальше Хорошая машина, может, в дрифт подашься А мы с ним додрифтить, КСИР К нам приезжай Тебе обычные люди скажут, что в Ростове негде кататься на низкой машине Согласен? Ну, согласен, но все равно какие-то есть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА